За этой книгой охотятся искатели сокровищ, члены эзотерических сект и тайных мистических обществ. Уже больше тысячи лет ее деревянные страницы хранят заветные знания об устройстве мира, послании богов. Тот, кто прочтет их, сможет управлять Вселенной. Жизнь время от времени подает тайные знаки каждому из нас. Это и подсказки, и предостережения, а порой и прямые запреты. Надо научиться их понимать и принимать с уважением и благодарностью. Я, Дмитрий Комов, рассказываю вам о вещах внезапно утраченных и неожиданно обретенных. Велесова книга. Собрание магических текстов древних славян существует уже больше тысячи лет. Все это время она путешествует по странам и континентам, но до сих пор никто так и не смог расшифровать содержащиеся в ней заклинания. Возможно, это и к лучшему. Старинные заклятия обладают такой силой, что с их помощью, по неосторожности или же злому умыслу, можно разрушить мир. В феврале 1955 года русскоязычный журнал «Жар птица», выходящий в Сан-Франциско, опубликовал несколько невзрачных фотоснимков. На них деревянные дощечки со странными письменами и рисунками. И скромная подпись. Велесова книга. Памятник древнеславянской письменности. Это была сенсация. Ведь фотографии подтверждали существование документа невероятной ценности. Книга, составленная в 8-9 веках жрецами славянского бога Велеса. Уникальное собрание дохристианских магических знаний о мире. 15 июля 1789 года, на следующий день после взятия Бастилии, трое монахов аббатства святого Винсента в Сан-Лисе вошли в келью настоятеля монастыря. Аббат был явно взволнован. На столе перед ним лежали четыре стопки деревянных дощечек одинакового размера. Таблички были покрыты непонятными письменами. Аббат поднял глаза на своих братьев и заговорил. Я собрал вас, чтобы рассказать о тайне, которую из века в век хранит наше аббатство. 700 лет назад королева Анна доверила нам священную славянскую книгу. С сегодняшнего дня вы становитесь стражами этого сокровища. Каждый из вас будет отмечен знаком силы бога Велеса. Отныне, что бы ни случилось, никто, кроме членов нашего братства, не должен прикасаться к этим скрижалям. В ваших руках судьба мира. Велесова книга – это священное писание славян. В Велесовой книге есть и описание древних обрядов, и моление богам, то есть это сборник молитв. Велесову книгу создал новгородский волх по имени Ягай Лаган. Он потратил несколько десятилетий на эту тайную и кропотливую работу. Дощечки из священного бука сначала полировались с обеих сторон. Затем натирались тонким слоем воска. После этого волх садился писать. Острой палочкой, сделанной из кости, он процарапывал на воске магические символы – руны. Руны – это мистические символы, являющиеся с одной стороны алфавитом, с другой стороны – значками, связанными с определенными божественными силами. Вообще, язык Велесовой книги, он достаточно сложный. Вглядываясь в письменность, мы видим с одной стороны сходство с письменностью Деванагаря, то есть индийской письменностью, которым записано санскритское писание. С другой стороны, мы видим некоторую схожесть со скандинавскими рунами. Уже готовая скрижаль натиралась смесью ржавчины и отвара из луковой шелухи. Написанное окрашивалось в темно-коричневый цвет. 83 дощечки, расположенные в строгой последовательности, и составляли легендарную Велесову книгу. Свод заклинаний, который использовался для тайных обрядов обращения к богам. С их помощью древние жрецы могли вызывать дождь и грозу, засуху и страшные пожары. Это тексты немыслимой магической силы. Именно поэтому заветную книгу всегда старались спрятать от чужих глаз. Ведь последствия неумелого или неразумного обращения с древней практической магией непредсказуемы. Древняя религия славян не отрицала магию. То есть магия, волшба Велесова, искусство как раз, это было в общем-то составной частью быта человека. Она пронизывала собой все. То есть когда, допустим, долгая засуха, просили дождя. И вот магической силой как бы помогали дождю начаться. То есть можно просить богов о дождя, а можно совершить определенное магическое действие, когда, ну как бы зародить некую причину, которая вызовет своим следствием дождь. В 878 году волх Ягай-Лаган погиб в битве с варягами. Дело всей его жизни, книга Велеса, попала в хранилище рукописей при главном храме Киева. Святыню держал в руках легендарные вещи Олег, а позже Ярослав Мудрый. Но в середине 11 века магические скрижали оказались в опасности. После крещения Руси проповедники новой веры начали избавляться от культовых символов, сжигались фигуры древних богов, осквернялись капища. Христиане знали о существовании книги Велеса и хотели ее уничтожить. Ведь знания о мире, записанной на дощечках, а главная сила богов, в которую люди по-прежнему верили, мешали продвижению христианства. Ярослав Мудрый принял христианство, но тем не менее понимал, что книгу Велеса и содержащиеся в ней заветные знания предков необходимо сберечь. И он нашел способ спасти реликвию от уничтожения. В 1044 году дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославовна, была отдана замуж за французского короля Генриха I Капета. И в качестве приданного, вместе с богатствами, с казной царской, Анна Ярославовна повезла с собой то, что считалось наиболее драгоценным. Древние книги, летописи, новые книги Велеса. Анна Ярославовна вскоре стала королевой Франции. Ее приданное, рунические книги, хранились в надежном месте, в королевской библиотеке. Представители католической церкви не раз требовали уничтожить языческую ересь. Но королева надежно хранила заветную книгу предков. Те древности, которые привезла с собой Анна Ярославовна, это были прежде всего достояния королевского рода. Люди в королевских родах, в дворянских родах, древнюю историю чтили. В аббатстве Санлис во Франции аббатство было остановано Анной Ярославовной. И почти 800 лет в архивах, в кладовых этого аббатства хранилась и книга Велеса, и целая библиотека руническая славянская. Настоятель святой обители в Санлисе, отец Бенедикт, весь день молился в своей келье. Сама королева Франции Анна Ярославовна пожелала лично встретиться с ним. Дверь скрипнула, и на пороге появилась королева. У нее за спиной, с большим свертком в руках, топтался паш. «Я решила доверить вам великую реликвию моей родины». Королева едва сдерживала волнение. Аббат увидел деревянные дощечки, исписанные неведомыми ему символами. «Это Велесова книга, тайная книга древних славян», — пояснила королева. «Я прошу вас беречь ее, как зеницу ока, чтобы ни одна живая душа никогда больше не узнала, где находится эта святыня». Бенедикт пообещал Анне, что монахи аббатства сделают все, чтобы исполнить волю ее величества. Настоятель Бенедикт основал в стенах монастыря тайное общество — сила Велеса. В него всегда входили три человека, и у каждого на запястье был отличительный знак — символ древнего славянского бога. Хранители были призваны оберегать магическую книгу, чтобы никто и никогда не узнал заклинание, записанное на дощечках. На этом королева Анна особенно настаивала. Она знала, что сила этих таинственных слов несравнима ни с чем. Священная книга славян будет храниться во французском аббатстве почти 800 лет. В окой древних манускриптов нарушит лишь Великая Французская революция. С этого момента они начинают свое долгое путешествие по странам и континентам. Велесова книга — собрание магических текстов древних славян. Тот, кто расшифрует эти тайные языческие заклинания, сможет управлять силами природы и обретет огромную власть. 800 лет драгоценные рукописи охраняли монахи французского монастыря. 1789 год. Во Франции революция. Пока восставший народ в Париже штурмовал Бастилию, тихое аббатство святого Винсента, где хранилась книга Велеса, разграбили обычные бандиты. Мародеры расправились с монахами, не пощадили даже настоятеля. Уникальные старинные рукописи из богатейшей монастырской библиотеки были выброшены на свалку. Грабителям было нужно только золото. Сотрудник российского посольства во Франции Петр Петрович Дубровский знал, что в библиотеке аббатства святого Винсента хранятся ценные книги, и, услышав о нападении на монастырь, поспешил в Сан-Лиз. Зрелище, которое он застал, потрясало. Редчайшие манускрипты валялись в грязи. Бездомные использовали древние рукописи для разжигания костров. Дубровский подобрал земли и купил за гроши у нищих около двухсот документов – древнегреческих, латинских, египетских. У монастырских ворот Дубровский увидел раненого монаха. «Месье, выслушайте меня. Я вижу, вы собираете книги из нашей библиотеки. Зачем они вам?» Монах прохрепел это из последних сил. «Я хочу сберечь их», – ответил Дубровский. Монах с громадным трудом превозмогал боль. «Я умираю и хочу попросить вас, сохраните вот эти рукописи. Они бесценны». Раненый не смог договорить фразу и потерял сознание. Дубровский от изумления не мог произнести ни слова. Не было сомнений. В руках у русского дипломата оказалась легендарная книга Велеса. Дубровский бережно упаковал все найденные документы и отправился в Россию. В Петербурге он передал большую часть своей коллекции в дар царю Александру Первому. Государь приказал учредить императорское депо манускриптов. В коллекцию вошли египетские папирусы, свитки античных авторов, письма французских королей, начиная с V века и многое другое. Дубровский был назначен хранителем этого музея. Однако книгу Велеса он решил оставить себе. И каждый день, по многу часов, втайне от всех изучал магические таблички, пытаясь расшифровать древние символы. Зачем он это делал, Петр Петрович и сам себе объяснить не мог. Какая-то неведомая сила заставляла его постоянно возвращаться к этим таинственным знакам. Слухи о том, что Дубровский изучает некий древнеславянский документ, поползли по Петербургу. Работой заинтересовались не только коллекционеры, но и тайные общества, изучавшие древние магические трактаты. В том числе и масоны. Дубровский неоднократно получал от масонских лож письма с просьбой показать им древние скрижали. Но исследователь на послание не реагировал. Он сумел перевести достаточно, чтобы понимать, насколько разрушительной силой обладают заклинания, записанные на потемневших от времени табличках. Дубровский не сомневался, что эти знания нужно держать в секрете. Масоны нашли способ, как устранить Дубровского и похитить книгу Велеса. В секретную канцелярию поступил донос, сообщающий, что хранитель императорского музея будто бы продает манускрипты из коллекции самого государя. Началось следствие. Дубровского уволили и лишили жалования. Но нападки масонов не прекратились. Коллекционеру угрожали расправой, двери его дома не раз поджигали. Но Дубровский чувствовал, что обязан сохранить тайну книги. А для этого было необходимо передать реликвию другому человеку. У Дубровского было несколько кандидатов, которым он мог бы доверить рукопись. Среди его друзей были представители старинных русских династий Александр Строганов и Гаврила Державин. Но Петр Петрович выбрал себе в преемники петербургского коллекционера и мистика Александра Ивановича Сулакадзева. Он был известен своей уникальной коллекцией древних документов и трепетным отношением к реликвиям. Дубровский не сомневался, что Сулакадзев сможет надежно укрыть книгу Велеса от посягательств. Часы в кабинете Дубровского показывали начало пятого. Было раннее утро. Петр Петрович, укутавшись в домашний халат, сидел за столом и явно нервничал. Наконец, в кабинет вошел Сулакадзев. Он не понимал, зачем слуга приятеля разбудил его посреди ночи и попросил срочно приехать к Дубровскому. Неужели нельзя было утром поговорить? Проворчал Сулакадзев вместо приветствия. Дубровский протянул другу одну из лежавших на столе дощечек. «Это книга Велеса», – тихо сказал он. «Извини, что я потревожил тебя так поздно, но дело не терпит промедления. У меня хотят украсть эту рукопись, и поэтому я решил передать ее тебе на хранение. Больше мне положиться не на кого». «Ты уверен?» – переспросил Сулакадзев. Дубровский лишь молча кивнул в ответ. В январе 1816 года Петр Дубровский скончался. После смерти был составлен каталог его личной библиотеки, но книги Велеса там не оказалось. Дощечки бесследно пропали, и в последующие 10 лет о них не было никаких известий. Однако в конце 20-х годов по Петербургу пошли слухи, что некое мистическое общество занимается изучением древнеславянских рун и даже пробует совершать обряды в лесах неподалеку от Гатчины. Во главе этой организации стоял Александр Сулакадзев. Члены тайного общества устроили себе капище недалеко от царского имения. Во время обряда Сулакадзев читал на древнеславянском языке выдержки из древнего манускрипта книги Велеса. Несколько раз за время тайного собрания над головами сверкали молнии. Судя по всему, Сулакадзев серьезно продвинулся в изучении священной книги. А однажды Александр Иванович решил продемонстрировать соратникам истинную силу текстов древней рукописи. В квартире у Сулакадзева собрались его ближайшие друзья Александр Строганов и Николай Неклюдов. В полутемной комнате стоял манекен из папье-маше. Сулакадзев пообещал, что через 30 секунд после того, как он начнет читать заклинания, манекен загорится и забормотал непонятные слова. Прошло уже больше пяти минут, но ничего не происходило. Манекен невредимый стоял на месте. И тут, через открытое окно, донеслись крики. Пожар! Сулакадзев выглянул. На соседней улице пылал дом. Большинство заключенное в книге Велеса сработало. Но, видимо, Сулакадзев что-то напутал или неправильно перевел один из древних символов. И в результате заклинание, вызывающее огонь, само выбрало себе жертву. Вместо манекена сгорела целая улица. Заклинание, с которым экспериментировал Сулакадзев, было священной молитвой, которая вызывает огонь. Обращение к богу Перуну. Если что-то загорелось от молнии Перуна, тушить это, по крайней мере, водой не следовало. Может быть, и не следовало бы тушить вообще, потому что вот, ну, как бы, такова воля Перуна, вот это сжечь. Ну, кто станет противостоять, так сказать, и противиться Перуновой воле? Значит, так надо, и, может быть, оно и к лучшему. После смерти Сулакадзева в 1830 году его супруга начала распродавать коллекцию. Однако книги заклинаний ни в самом архиве, ни даже в его описи не оказалось. Сулакадзев избавился от книги Велеса раньше, после обрядов на капище вблизи Гатчинского дворца. Одна из молний попала в памятник Павлу Первому, и вызвавший их маг боялся, что тайная полиция заподозрит его в покушении на императора. Поэтому он поспешил передать священную книгу своему другу, Николаю Васильевичу Неклюдову. Именно Неклюдов стал новым хранителем тайны древних слоган. Хранители древней книги всегда в смертельной опасности. Но всякий раз им удается спасти священный манускрипт. Пусть и ценой собственной жизни. Пережив гражданскую войну в России, магическая книга Велеса снова окажется в... Граф Николай Васильевич Неклюдов знал о силе заклинаний из Велесовой книги и решил, что святыню надежно спрятать в Петербурге не удастся. Он перевез ее в свое имение в Харьковской губернии. Туда же граф перевез записи Александра Сулакадзева с переводом отрывков из книги. Внучка Неклюдова Екатерина позже писала в дневнике, что время от времени дедушка показывал невероятные фокусы. Однажды Николай Неклюдов гулял с маленькой Катей по лесу и заблудился. Стемнело. Девочка испугалась. Дедушка взял малышку на руки и начал что-то шептать себе в бороду. Через пару минут вокруг них загорелись сине-зеленые огоньки. Катя не сразу поняла, что это светлячки. Тысячи. Десятки тысяч. А Николай Васильевич продолжал шептать. Жучки разбежались. И в темноте появились две дорожки из огоньков. По этой тропинке через 10 минут дедушка с внучкой вышли к ограде своей усадьбы. Если кто-то заблудился в лесу, то лучше всего, проще всего обратиться к Велесу, потому как один из ликов Велеса это леший, хозяин леса. Мы можем попросить его помочь нам выйти из леса. И тогда будут явлены какие-то знаки нам. Либо это будут какие-то, может быть, бабочки там летом, или вот ночью светлячки там могут быть, которые выведут на тропу. Накануне Октябрьской революции истории про чудеса, которыми балуется Неклюдов, дошли и до столицы. Представители одного из тайных обществ, практиковавших магию, решили выяснить, в чем секрет. В гости к Неклюдову в усадьбу Великий Бурлук приехали пять человек. Николай Васильевич встретился с ними, но с порога заявил, что не сможет ничем помочь. Магических книг у него нет. Тогда разозленные визитеры подкупили местных крестьян и те устроили в усадьбе Неклюдова погром. Но обыскав весь дом, петербургские охотники за сокровищами так ничего и не нашли. В 1919 году отступающие под натиском Красной Армии Деникинцы прошли через хутор Великий Бурлук. Солдаты шли уже несколько дней и сильно устали. Командир Деникинцев Федор Артурович Изенбек приказал разбить лагерь недалеко от заброшенной усадьбы Неклюдовых-Задонских. Белогвардейцы ходили по разграбленным залам и комнатам заброшенного дома. Под ногами хрустели разбитые стекла. И вдруг внимание Изенбека привлек старинный шкаф. За его покосившейся дверцей что-то виднелось. С трепетом кладоискателя Изенбек приоткрыл ее. Внутри лежали странные дощечки потемневшие от сырости и времени. Но все же на их поверхности еще просматривались диковинные письмена. Изенбек до войны занимался археологическими раскопками в Средней Азии и сразу понял, что у него в руках нечто очень ценное. Разбираться времени не было. Командир приказал денщику бережно сложить находки в вещмешок. Пока подчиненный собирал дощечки Изенбек внимательно изучил письмена. Они были ему незнакомы, но походили на скандинавское руническое письмо. Изенбек приказал своему денщику беречь мешок с дощечками как зеницу ока. Даже чемодан мой бросай, если надо. А мешок ни в коем случае. После войны Федор Изенбек бежал в Европу. Бывший офицер поселился в русском квартале в пригороде Брюсселя. Мешок с таинственными дощечками он привез с собой. Изенбек арендовал небольшую художественную мастерскую и занялся живописью. Дощечки с непонятными символами, которые он никак не мог расшифровать. Офицер спрятал у себя под кроватью. Изенбек мечтал забыть о кошмарах войны. Он начал сильно выпивать и через несколько лет превратился в законченного алкоголика. Бывший офицер все больше погружался в собственный фантастический мир, который пытался переносить на холст. Изенбек часто перебирал странные дощечки, найденные им во время войны. Он по несколько часов не отрываясь смотрел на неведомые письмена. Они будоражили фантазию художника. Но прочитать и постичь их смысл Изенбек не мог. Поэтому он пытался представить себе, что могло быть записано на древних скрижалях. И выдумывал рассказы о военных походах далеких предков, истории страшных пожаров и наводнений, в которых погибали целые города. Впрочем, художник не сомневался, рукопись содержит и магические знания. Люди, которые работают с книгой Велеса, которые входят в мир книги Велеса, через язык, через погружение в те слои сознания и своего духа, внутреннего духа, тот путь, который открывает перед ним книга Велеса, он изменяет людей. Однажды утром с похмелья Изенбек мучился от головной боли. В мастерской не осталось ни одной бутылки вина. Федор решил заглушить одну боль другой. Он взял нож. И вырезал себе на запястье символ, который видел на одной из древних дощечек. Символ силы Велеса. Кровь стекала по руке и капала на пол. Но это было не важно. Головная боль отступила. Таким образом, Изенбек сам того не подозревая отметил себя божественным символом и стал новым хранителем священных рунических рукописей. В двадцатом веке магические тексты древних славян вновь попытаются расшифровать. Заклинания снова продемонстрируют свою таинственную силу и в конце концов окажутся в секретных лабораториях гестапо. Тайные общества двести лет ведут охоту за священными скрижалями. Но реликвию надежно оберегают ее хранители. Преодолев тысячи километров, пережив несколько войн и революций, книга Велеса оказывается в Рюсселе в мастерской художника Федора Изенбека. Спустя несколько лет одинокой и замкнутой жизни вдали от Родины Федор Изенбек в русском клубе познакомился со своим соотечественником поэтом и писателем Юрием Миролюбовым. Изенбек очень рад знакомству. Ему пришло в голову, что Миролюбов, который занимался изучением древнеславянской письменности, сможет расшифровать магические руны. Но доверить свою тайну малознакомому человеку он пока не решался. В 1924 году Федор Изенбек и Юрий Миролюбов выпивали в мастерской среди холстов и красок. Изенбек был уже изрядно пьян и с трудом понимал, что говорит его друг. Юрий сетовал, что ему не хватает материалов для его новой поэмы на древнеславянском языке. Пошатываясь, Изенбек поднялся с кровати и выдохнул в лицо Миролюбову. У меня есть кое-что интересное для тебя. Федор опустился на колени, вытащил из-под кровати одну из дощечек и бросил ее к ногам Миролюбова. Читай, вдруг пригодится. Юрий мгновенно узнал эти символы, древнеславянские руны. Он поднял глаза и увидел, что Изенбек зачем-то пытается сломать вторую дощечку об колено. Миролюбов силой вырвал табличку из его рук. Это же сокровище, как ты не понимаешь, шептал он с восхищением, глядя на завернутую в тряпье книгу заклинаний. Юрий Петрович развернул тряпицу и увидел дощечки с древнеславянскими письменами. Миролюбов был в восторге, ведь он теперь сможет продолжить работу над своей поэмой, опираясь на уникальные документы. Очнувшись, Изенбек не помнил, как потерял сознание. Миролюбов протянул другу стакан вина и попросил разрешения поработать с дощечками. Изенбек был не против, хотя и запретил выносить реликвию за пределы мастерской. Миролюбов практически каждый день приходил к Изенбеку и аккуратно перерисовывал таинственные и в большинстве своем непонятные ему знаки. Юрий Петрович Миролюбов работал 15 лет урывками, делал несколько копий одной дощечки разные, потому что было трудно понять, разобрать в трещинках та или буква руна. То есть действительно это две недели, по 8 часов в день работы, чтобы каждую буговку точно скопировать. Переписав все дощечки, Миролюбов взялся за перевод тайных текстов. Но часть символов была ему незнакома, смысл не выстраивался, просто набор странных звуков. И все-таки любопытство победило. Однажды Миролюбов решился произнести одно заклинание вслух. В тот день он в очередной раз работал в мастерской Изенбека. Хозяин спал. Миролюбов начал шептать заклинание, записанное на 17-й дощечке. И спустя пару минут увидел, как канделябр с зажженными свечами оторвался от поверхности стола. От страха Юрий еще быстрее забормотал неведомые слова. Медный канделябр висел в воздухе прямо над спящим художником. Текст, написанный на дощечке, закончился. Миролюбов замолчал и в ту же секунду подсвечник рухнул на голову Изенбека. От неожиданного удара тот подскочил с кровати. Кровь капала с разбитого лба. Изенбек с изумлением смотрел на Миролюбова, лежащего на полу в глубоком обмороке. В русской культуре, в культуре заговоров там многие слова хорошо взаимозаменяемые и нет жесткой формульности, которая присуща, скажем, каббалистическим заклинаниям или заклинаниям руническим, скажем, если брать северную магию. С другой стороны, человек, совершенно не ведающий никаких текстов, может искренне от сердца чего-то пожелать, попросить, так сказать, обратиться к Перуну, там, явить молнию, потому что вот это вот, прямо вот сейчас, ну, помрет человек без молнии, не может он, надо ему. И в молнии это явится, безусловно. После случая в мастерской Изенбека Миролюбов зарекся впредь экспериментировать с заклинаниями самостоятельно и даже решил рассказать о книге Велеса ученым из Брюссельского университета. Вскоре в гости к Миролюбову пришел Марк Шефтель, по происхождению русский немец. Ученый долго и в подробностях расспрашивал Миролюбова об уникальных скрижалях с интересом он выслушал историю про летающий канделябр и изъявил желание взглянуть на дощечки. Но Миролюбов понимал, что это невозможно. Почти обезумевший от алкоголя Изенбек никого и близко не подпустит к своему сокровищу. Но тем не менее пообещал спросить у хозяина дощечек разрешение. Но Марку Шефтелю встреча с Изенбеком была не слишком важна. Он установил слежку за мастерской художника и ждал момент, когда сможет Велесову книгу забрать сам, ни у кого не спрашивая разрешения. Власти у него было достаточно. Шефтель возглавлял в Брюссельском университете отдел Берлинского института Аненербе исследовательской организации, которая занималась поисками архивов тайных обществ, предметов древних культов и обрядовых книг. Шефтель был специалистом по славянским древностям и сразу понял, насколько уникальный документ он обнаружил. Знал, что скоро начнется война и готовился к конфискации ценностей и исторических реликвий у жителей оккупированных территорий. Книга, с помощью которой можно взорвать мир, стояла в его списке на первом месте. Дощечки из мастерской Федора Труччева и Зунбека пропали в 1941 году. Ситуация была следующей. Германия напала на Советский Союз. И Федор Труччин и Зунбек очень сильно переживал и умер просто от удара. Юрий Миролюбов после смерти друга хотел пробраться в мастерскую и забрать книгу Велеса. Но фашисты запрещают ему даже близко подходить к дому, на чердаке которого художник арендовал студию. Жилище из Инбека опечатывается. В дело вмешивается гестапо. Марк Шефтель, единственный посвященный в тайну дощечек, одним из первых посетил мастерскую. Он сделал только одно. И забрал оттуда небольшой сверток. спецслужбы Германии пытаются расшифровать древние славянские заклинания. Но это не спасет их от неминуемого краха. Книга Велеса снова исчезнет. Возможно на этот раз навсегда. Специалисты по истории Третьего Рейха предполагают, что книгу Велеса несколько лет изучал специальный отдел института Анненербе. Удалось ли сотрудникам этой секретной организации что-то расшифровать доподлинно неизвестно. Однако очевидцы утверждали, что во время Нюрнбергского процесса секретарь управляющей Анненербе полковник СС Вольфрам Сиверс все время барботал какие-то таинственные молитвы. Явно не христианские. Возможно это были заклинания древних славян. Но они нацисту не помогли. Большая часть архива организации Анненербе после войны была вывезена из Германии союзниками в качестве трофея. А в 1955 году несколько глав из книги Велеса в переводе Юрия Миролюбова и фотоснимок 16-й дощечки публикуются в журнале Жар Птица. Сенсационные снимки демонстрировали уникальную реликвию которой нельзя воспользоваться. 16-я дощечка вырванная из общего контекста магической силой не обладает. К тому же Миролюбов не опубликовал ни одного из заклинаний древних славян. Только легенды и сказания древней Руси. В Жар Птицы то что опубликовал Миролюбов это порядка половины наверное текстов так скажем. Остальное осталось действительно в архивах. Впрочем публикация в малотиражном эмигрантском журнале не давала ответа на главный вопрос. Где книга Велеса находится сейчас? Ученые спорят об этом до сих пор. В настоящее время книга Велеса может находиться либо в одном из архивов куда перешли архивы Гиблера и Нарба это и в России и в Европе в Польске есть архивы и в Америке. Вот в этих местах имеет смысл работать и искать. Конечно, вторая версия, которая мне кажется наиболее перспективной это то, что книга Велеса ушла в библиотеку Ватикана. Долгое время ученые считали, что реликвия действительно находится в Ватикане. Но в августе 2003 года книга заклинаний появляется в весьма неожиданном месте. На одном из закрытых нью-йоркских аукционов был выставлен на торги странный лот по подозрительно высокой цене 100 тысяч долларов. Вниманию ценителей антиквариата предлагались две деревянные дощечки покрытые рунами. Организаторы аукциона в открытую не говорили о том, что продается именно книга Велеса. Лот был заявлен как древнеславянская летопись предположительно 12 века. Но знатоки древностей с первого взгляда поняли, с чем имеют дело. Торги были жаркими. Буквально за несколько минут цена поднялась втрое. спустя час после начала торгов дощечки были проданы анонимному покупателю за 550 тысяч долларов. Его представитель в зале расплатился наличными и немедленно забрал покупку. Аукцион закончился. Но специалистов насторожил тот факт, что на него были выставлены всего две дощечки из 83. Это может говорить о том, что книга заклинаний была разделена и ее деревянные страницы теперь находятся у разных хозяев. Впрочем, есть и еще одна версия. Лот, предложенный ценителем, не был велесовой книгой. Кто-то, выставив на аукцион искусную подделку, попытался пустить охотников за сокровищем по ложному следу. А это значит, что на самом деле рукопись надежно спрятана. Два года назад болгарский разведчик Дичев обнародовал крайне любопытные сведения о книге Велеса. Он утверждает, что после войны бывший сотрудник Анненербе Марк Шефтель перевез ее в Америку. Там она и попала в одну из самых богатых и самых закрытых сект в мире к мормонам. Страшно представить, что будет с миром, если они смогут перевести хотя бы часть могущественных заклинаний древних славян.